приветствую вас уважаемые трейдеры на торговой сессии понедельника рад видеть вас всех сборе сегодня мы начинаем разумеется новую пятидневку которая будем надеяться преподнесет не меньше интересных и позитивных для наших депозитов сюрпризов что касается фундаментального фона то макроэкономических отчетов будет достаточно прежде всего конечно же продолжим следить за американской статистикой потому что мы до сих пор в поисках большей конкретики которая позволит федеральной резервной системе приблизиться к долгожданному решению по повышению краткосрочных процентных ставок что касается нашего сценария брифинга разумеется по ходу обозначу кодовое слово которое позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение плюс к тем акциям которые действуют в рамках нашей компании сегодня величина бонуса пять с половиной процентов очень надеюсь то что вы воспользовались бонусом который я предложил вам в пятницу потому что он был самым большим а за неделю опять же в преддверии самого важного а события то есть под стать ему но он форум пирос уже позади сейчас мы о них еще подробнее поговорим также буду рад видеть вас сегодня всех на своем вебинаре он состоится традиционно 16 30 по московскому времени мы снова пробежимся по основным фундаментальным событиям прошлой недели если нужно акцентирую внимание на тот фон который вас интересует я буду рад ответить на все вопросы анализ предыдущих событий еще раз напоминаю очень важен поскольку на очень важные макроэкономические отчеты которые были на прошлой неделе они влияют на динамику активов не только в моменте но и создают такой эффект резонации который сказывается на волатильности в будущем и сейчас это совершенно очевидно потому что каждый макроэкономический отсчет который мы анализируем американского происхождения он рассматривается через призму возможного влияния как раз на сроки а повышение процентной ставки а сейчас это идея номер один та инвестиционная идея которую мы закладываем динамику многих валютных активов ну что собственно давайте переходить к нашему брифингу сценарий понятен предлагаю чтобы не нарушать традиционную практику начнем с наших привычных активов это динамика нефти и разумеется поведение российской валюты откройте пожалуйста графики бренда на текущий момент мы видим то что этот актив торгуется в районе 48 34 то есть плотной приближается к уровню 48 находится по-прежнему под серьезным таким давлеющим эффектом от фундаментального фона еще чуть-чуть и 48 который на текущий момент является поддержкой превратиться в сопротивление далее мы пойдем на те уже краткосрочные цели которые поставили еще на прошлой неделе в связи с сохранением этого коррекционного импульса то есть следующая цель 47 а может быть еще даже в 46 что касается как раз фундаментального фона который мы руководствуемся мы пытаясь сейчас скажем спрогнозировать то что может произойти с черным золотом дальше опять же фон за последние несколько недель не изменился мы отыгрываем ситуацию с крайне избыточным предложением на рынке энергоресурсов но сейчас мне кажется очень даже определяющим является тот момент что голлман сакс внимательно отследив текущую ситуацию со спросовым предложением пришли к выводу о том что на текущий момент а предложение уже значительно превышает спрос и соответственно если говорить опять же про то что будет с активом дальше то в шестнадцатом году как раз и предложение может больше чем на 2 миллиона баррелей в сутки превысить спрос поэтому шестнадцатый год мы войдем думаю с еще большим прессом и давлением на позиции разумеется энергоресурса и если не появится каких-то факторов поддержки может быть через восстановление мировой экономики а пока основания для этого нет может быть мы снова вернемся к тем долгосрочным идеям которые были обозначены давно еще bnp приба морган стендли о том что бренд может просесть даже до уровня 40 а может быть даже 35 долларов за баррель это совсем уж на текущий момент уже более реальные цели но тогда казались не совсем адекватными с точки зрения того что на текущем то есть на тот момент когда обозначались подобные ценовые ожидания а бренда торговался в районе там 60 70 долларов за баррель сейчас мы видим то что просадка уже отправил этот актив ниже 50 долларов соответственно за баррель сейчас по-прежнему на актив существует серьезное фундаментальное давление каждый раз когда мы возвращаемся к статистике опек каждый раз когда мы смотрим на объемы производства со стороны саудовской аравии обсуждаем тему снятия финансово-экономических санкций с ирана и потенциальные объемы поставок со стороны этого региона прибавляем еще к этому объему поставок точнее объемы производства в сша рост количества буровых и приводит приходим к общему выводу о том что идеи связанные с избыточным предложением действительно пока сохраняет потенциал еще большего давления и несмотря скажем на то что это старая идея она по-прежнему актуальна и она является определяющей с точки зрения о тех ценовых ожиданий которые сейчас оставит а средние долгосрочные трейдеры торгуя именно wti и брендом то есть резюмируя все что я сейчас сказал пока мы не получим на рынке вместе с рынком каких-то факторов которые позволят нам обозначить возможность для нахождения вместе с тем же самым брендом локального дна мы будем делать ставку на то что этот актив может просесть еще серьезнее и сильнее идем дальше российская валюта в связи с тем что он между рублем и брендом разумеется сохраняется высокая степень корреляции мы также в связи с снижением цен на энерго ресурсы обозначаем такую же девалюционную ставку и на рубль эта идея сейчас полностью себя оправдывает является определяющей и мы видим то что на текущий момент пары usd раб находится в районе 64 30 то есть наша срочная цель которую мы поставили несколько недель назад 64 уже реализована давайте в связи с тем что от коррекционной идеи по нефти мы не отказываемся тогда сделаем ставку на еще один виток девальвации и достижение пары usd раб уровня 65 на текущий момент совершенно очевидно российские монетарные власти не вмешиваются в текущую ценовую динамику то есть не хотят задействовать те инструменты которые имеются в арсенале cb может быть осознавать тот факт что рубль может столкнуться с еще большим давлением и дальнейшей целью для пары может уже выступить 70 то уже оттуда cb начнет проводить возможные валютные интервенции задуматься от он актуальности процентных ставок может быть перейдет к действиям связанных с ужесточением монетарной политики либо все-таки вернется к тому подходу который на мой взгляд является сейчас самым действенным с точки зрения влияния и поддержку рубля это учащение аукционов репо смещение акцента с рублевой ликвидности на валютную и соответственно повышение привлекательности операции керри трейда потому что на фоне текущего расхождения и скажем разницы процентных ставок действительно через эти операции привлекательность российской валюты может серьезно повыситься если это произойдет рубль сможет получить долгожданную поддержку но еще в качестве потенциальных надежд для тех кто продолжает делать ставку на возможное укрепление российской валюты является налоговый период до него уже не так скажем долго как это было в начале месяца но все равно еще придется подождать и две недели где спустя две недели будет российская валюта против доллара сейчас конечно же предположить невозможно если они все продолжите готеть к более низким коррекционным рубежам значит я думаю что мы увидим пару юсд раб выше уровня 65 и если центральный банк решит что еще не пришло время вмешиваться на ситуацию на российском валютном рынке значит в принципе ослабление рубля никто и не остановит поэтому сейчас давайте все-таки опять же руководствоваться реалиями тем что мы наблюдаем и в связи с отсутствием каких-либо действий со стороны цепь цепь будем все-таки также ориентироваться на то что пара юсд раб может забраться еще выше и следующая цель 65 может быть даже 65 50 пока туда и метим идем дальше европейская валюта откройте пожалуйста графики евро доллара потом мы плавно переключимся на пару доллар японская иена здесь определяющим конечно же является последняя статистика американского происхождения по состоянию их него национального рынка труда очень важные макроэкономические данные релизы были опубликованы в пятницу сейчас мы конечно же о них поговорим но сначала давайте вернемся к паре евро доллар и отметим тот факт что пятничная торговая сессия снова оказалась для главного наверное тандема валютных активов на рынке форекс весьма волатильный потому что мы видели что евро пребывал сначала под давлением потом дождались данные по нонфарм параллс евро доллар улетел к локальным минимумом 1 08 57 затем настроение на рынке поменялись и быки которые утратили свои позиции оказали серьезное давление на евро медведи смогли отыграть всю дневную просадку и забраться даже по итогам дня до локального точнее даже суточного максимума который был зафиксирован на уровне 1 0 9 77 то есть по сути мы снова вернулись к ценовому рубежу 1 10 долго мы ждем как раз самый динамичный интересной спекулятивной игры с этого значения прекрасно понимаем то что опять же руководствуясь общим фундаментальным фоном если сейчас будет создана какая-то тенденция но мы конечно же делаем ставку на коррекционную тенденцию то дальнейшая просадка потери евро валюты смогут отправить этот тандем валютных активов нашей долгосрочной цели перевалочным путем в ней является уровень 1 0 8 но мы метим на возвращение к очень серьезной поддержки которая сейчас значится на уровне 1 0 5 что касается фундаментального фона то здесь можно вернуться к данным по промышленному производству германии в пятницу очень слабый отсчет месячный эквивалент минус 1 на 4 процента против прогноза роста поэтому говоря про германию можно еще вспомнить данные по ввп вспомните данные по состоянию немецкого рынка труда а также индексы ожидания бизнеса на уверенности и оптимизма от азию сожалению статистика очень плохая и вот промышленное производство по сути готовит нас к тому что и следующий отчет по темпам экономического роста также будет достаточно ослабо поэтому германия практически полностью уже растеряла прошлый запал экономического восстановления это непременно будет сказываться на экономике валютного блока в целом но для нас это еще один сигнал того что еврозона конечно же сейчас вступает в очень непростой период и если в плане статистики ей не удастся выкарабкаться в ближайшее время ожидать этого вряд ли стоит значит мы уже начинаем готовиться к долгожданному по крайней мере для нас решению по расширению на программы количества смягчения то есть более агрессивным мерам экономического стимулирования об этой программе точнее о вероятности подобного сценария мы говорили практически всю прошлую неделю сейчас я уверен то что эта идея должна по крайней мере для средне долгосрочных трейдеров быть одной из определяющих и если даже на рынке появятся хотя бы спекуляции вербальные интервенции слухи о том что это может быть соответственно европейской валюте придется потерять не одну фигуру на этой неделе у нас есть возможность проанализировать данные по индексу потребительских цен напомню что именно близости дефляции является причиной стала причиной вследствие которой я цвы запустил программу количества смягчения в марте этого года и соответственно сообщил о том что она будет продлиться до сентября шестнадцатого года но сейчас уже поговаривают о том что скорее всего эту программу придется продлить потому что спустя вот уже шесть-семь месяцев после того как эта программа действует мы не можем прийти к выводу о том что индекс потребительских цен на нащупал основание для роста и в принципе инфляция выбралась из красной зоны мы видим то что в годовом и в месячном эквиваленте по-прежнему отрицательные значения недалеко а значит опять же руководствующего фактом того что на рынке энергоресурсов а прежде всего на стоимость энергоресурсов сейчас оказывается серьезное давление можно предположить что инфляция также будет оставаться под угрозой поэтому резюмировать и здесь можно все следующим мы готовимся к расширению программы количества смягчений как только на рынке появится дополнительная информация об этом значит будем еще динамичнее и активнее продавать европейскую на валюту разумеется на евро в пятницу весьма сильно как я уже отметил учитывая волатильность фигура вниз фигура вверх повлияли данные по состоянии американского рынка труда поэтому плавно предлагаю перейти к опять же этой статистике и сразу же сфокусироваться на динамике пары доллара японская гена откройте сейчас графики на текущий момент мы видим то что юздиена у нас торгуется в районе ста двадцати четырех а сорока в пятницу также видели локальный хай сто двадцать пять американцу на этом уровне не удалось удержаться после этого он скорректировался что касается статистики по факту что мы имеем уровень безработицы 5 и 3 процента количество новых рабочих мест 215 тысяч против прогноза 223 тысячи и еще я надеюсь что вы обратили внимание на динамику по росту заработных плат здесь позитивная тенденция в годовом эквиваленте 2 и 1 процента против прошлого 2 почему нужно было обратить внимание на динамику именно роста заработных плат потому что именно этот отчет является базисом фундаментом и основанием для данных по инфляции если с безработицы в принципе уже все понятно мы давно сказали что этот сектор американской экономики весьма неплохо восстанавливается мы уже делаем ставку что в концу этого года увидим в рамках сша безработицу наверное на уровне в пять процентов то есть их долгосрочная цель будет реализована что касается заявок на пособие по безработице это исключительно позитивная тенденция которая продолжается уже наверное на протяжении трех четырех месяцев я думаю что эта неделя также не станет исключением что касается но он фарм пэрлс несмотря на то что по факту мы увидели отчет слабее прогноза прошлые два отчета были пересмотрены в лучшую сторону да и в целом эта статистика не является такой уж и плохой я считаю то что опять же уже руководствуясь по факту тех данных которые мы увидели в пятницу можно лишь прийти к выводу о том что никакого негатива мы не получили может быть это не столь хорошие данные на которые мы надеялись но все равно это больше позитив чем негатив а поэтому разумеется мы не отказываемся от идеи касательно роста американской валюты продолжаем делать ставку на то что американец еще попытается реализовать потенциал бычьего характера и соответственно загнать на собственную стоимость против японского конкурента выше уровня 125 уже несколько раз мы тестировали эту отметку но пока не завалились за этот рубеж давайте пока также руководствоваться тем что сейчас дальнейшей целью для пары юзиена будет 125 но все-таки мы делаем ставку на то что этот тандем валютных активов может легко уйти и повыше на этой неделе также будут несколько серьезных макроэкономических данных особый упор я делаю на розничные продажи если эта статистика не подведет разумеется в этом случае она усилит оппозиции американской валюты но и станет причиной вследствие которой мы вернемся к активным спекуляциям касательно готовности американских монетарных властей к повышению процентной ставки напомню что до сентября остается все меньше и меньше в сентябре с учетом опять же прогнозов и ожидания аналитика весьма вероятно то что мы услышим о долгожданном решении но если этого не произойдет уже сейчас хочу подготовить вас это разумеется не приведет к слому нашей долгосрочной инвестиционной идеи потому что вслед за сентябрем последует другое заседание уже ближе к концу года декабрьская и уже тогда наверное опять же учитывая общую позицию фрс мы дождемся он мы дождемся этого решения касающегося нормализации денежно-кредитной политики еще хотел пару слов сказать про другие активы раз уж мы сегодня начинаем новую неделю давайте освежим тот фундаментальный фон который характерен для канадца и австралийца откройте пожалуйста на графике юсдкат на текущий момент мы видим то что пара торгуется в районе одного 30 и одного сорока четырех в пятницу помимо данных по нон фарм перлс то есть число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора сша были опубликованы еще данные по рынку труда канады в целом сейчас ставка 6 и 8 процента что касается новых рабочих мест то здесь конечно же больше негативная статистика 6 и 6 тысяч по факту против прогноза который был обозначен практически в районе 10 тысяч то есть это объективная слабость канадского рынка труда в принципе тенденция продолжается уже несколько недель и мы даже не надеялись на то что увидим хорошие цифры является еще одной причиной тактического давления на канадца что в купе с ослаблением цен на энергоресурсы будет выступать причиной в средстве которой можно делать ставку на то что юсдкат двинется выше уровня 1.32 напомню что после того как пара откатилась ниже этой отметки мы снова ждем возвращение к этому рубежу и как только юсдкат окажется выше уровня 1.32 закрепиться выше выше этой отметки будем ставить уже другие цели сейчас дает и до этого уровня остается примерно 60 пунктов поэтому локально считаю что есть очень неплохая возможность для краткосрочных трейдеров прокатиться на этом локальном возможном бычьем импульсе и вполне возможно уровень 1.32 снова будет протестирован уже до конца этой недели что касается австралийцы здесь также стоит вернуться к прошлой пятницы и если вы откройте графики сможете увидеть что в пятницу австралиец против доллара смог показать бычью динамику это было связано с тем что в ходе комментариев со стороны резервного банка австралии руководство отметила что пока не видит оснований для еще одного этапа снижения процентной ставки разумеется это на трейдеры восприняли как позитивный сигнал смогли загнать пару от локального минимального уровня примерно на 60 70 пунктов вверх на текущий момент мы видим то что out usd торгуется ниже уровня 0.74 наверное 0.73 примерно 990 что касается опять же ожиданий по австралийской экономике прежде всего австралийскому доллару я считаю то что позиция резервного банка австралии может быть сейчас а не совсем точно соотноситься с той объективной реальностью которую мы наблюдаем то же самое было примерно шесть месяцев назад когда руководитель резервного банка австралии глен стивенс отметил что на текущий момент экономика вроде бы как нащупала основание для восстановления еще одного снижения процентной ставки не будет по крайней мере в перспективе года и спустя буквально два месяца мы увидели то что резервный банк австралии снова снизил процентную ставку до двух процентов поэтому сейчас я считаю что нужно все таки обращать внимание на тот факт что инвестиции капиталовложения в австралийскую экономику продолжают падать в горнодобывающий сектор там вообще катастрофа страдает сектор услуга рынок труда показывает не такие скажем на показатели не характеризуется тем восстановлением которые хотелось бы видеть кроме того постоянно снижаются цены на сырье на железную руду и уголь они упали уже больше чем на 20 процентов но и разумеется еще более серьезные проблемы характерны для экономики китая а это самый главный тактический и стратегический партнер австралии поэтому на фоне этих рисков я считаю то что австралийец как ни крути но будет продолжать оставаться под давлением и мы ждем закрепление пары out usd ниже уровня 0.73 те кто еще не успел присоединиться к этой инвестиционной идее я советую вам обратить на нее внимание потому что опять же потенциал коррекции на текущий момент составляет около 100 пунктов и соответственно ждем о снижении этого тандема валютных активов ниже уровня 0.73 совсем долгосрочная идея но это уже ближе наверное концу этого года может быть даже заходом на первый квартал 16 это движение к поддержки на уровне 0.70 что касается кодового слова на сегодня это паритет еще раз напомню что бонус на сегодня пять с половиной процентов и из тех событий на которые сегодня стоит сделать ставку это в 16.00 по московскому времени состоится выступление председателя фрс голосующего члена локарда напомню что на прошлой неделе в интервью Wall Street Journal он сообщил о том что в сентябре этого года скорее всего отдаст свой голос за повышение процентной ставки я думаю сегодня опять же мы сможем услышать больше конкретики и я думаю что локард сможет оказать и сегодня поддержку американской валюты а соответственно все наши идеи которые сейчас обозначил разумеется актуальны продолжаем делать ставку на их реализацию собственно на этом все вопросы есть но с газом принципе тоже все понятно также как и энергоресурс газ находится под давлением и в принципе это уже такая же долгосрочная идея как в принципе и с брендом что касается уровней кто-нибудь можно подсказать актуальные цены но я думаю что вряд ли давайте я сам посмотрю и соответственно попробую письменно ответить на этот вопрос касательно конкретных ценовых ожиданий еще есть вопросы тогда большое спасибо за внимание ждем дополнительных комментариев и разумеется большее количество вопросов на нашем официальном канале о маркет оставляйте их под видео окном всего доброго до свидания